Hi my students! Нынче очередная суббота и мы продолжаем разбирать грехи человеческие. Переходим к шестой у нас, шестая заповедь на очереди. Пять мы прошли, теперь осталось еще пять. Вот пятая заповедь называется «Не убей». Какое тут вот соображение? Четыре греха, в которых все человечество завязано, это из-за чего движется к концу света, о чем бояться. И сказано это блуд, воровство, колдовство и убийство. В Откровении Иоанна Богослова там где-то написано, что и не покаялись они ни в блуде своем, ни в воровстве своем, ни в колдовстве, ни в убийстве своем. То есть это четыре греха, за которых вот будет земля разрушена огнем уже и свернется атмосфера, ну будет Марс. Такой же ситуация будет как на Марсе. Потому что не хотят люди избавиться вот от этих четырех самых страшных этих грехов. Вот это вот мы вот рассмотрим одно убийство. Когда она у нас начинается это убийство? Ну начинается с самого детства. Это первое, когда ребенок слышит грубые слова отца на мать и наоборот. Когда в неполных семьях мать пьет и приводит к себе партнера постороннего. Оно начинается там, где родители покупают ребенку ружье, хотя бы вот стрелялку какую-нибудь, автомат вот этот, игрушечное оружие. И начинается, когда начинает ребенка водить в тир и дальше ему покупаются вот эти айфоны и так далее, смартфоны, в которых он давит этого клопа и обучается стрелялкам, разным играм, вот этим компьютерным. Вот это начало всего, когда ребенок приучается. А потом уже он до того привыкает к этим компьютерным играм, вот особенно стрелялкам, что у него уже реальная обстановка перепутывается с виртуальной, которую он видит. У него уже смещение сдвиг по фас происходит. Он путает, где виртуальная реальность, где реальная. И когда мать ему выключает, подходит компьютер, он ее режет, эту мать бедную свою зарезает. Это был уже не один случай. Кроме того, сам этот компьютер молодежь, он вовлекает их тоже самоубийство, убийство, самоубийство. И учит всякому нехорошему этот компьютер. Дети падки на все нехорошие. Вот убийство, оно как бывает? Оно мысленное, умозрительное как бы. И вот здесь вот как бы игра в убийство, вот о чем я и говорил с детства. И дальше вот мы с вами считаем, что вот мы никого не убивали. Там хвастаемся, вот я, допустим, могу похвастаться, я никого не убивал. А так ли это? Нет, не так. Потому что вот когда, начиная с детства, мы смотрим кино с убийством связанное, даже с Чапаева взять, кино вот Чапаев там, анкопулеметчица расстреливает эту дивизию и так далее. Все лежат, валяются и так далее. Все фильмы про войну. Это вот, это соучастие. Ну, как известно, статья-то, уголовный кодекс, там что написано? Там не только вот, а участие, как говорится, вот не оказание помощи тоже считается убийством. И также вот мысленно, когда ты в игре игра включаешься, вот это вот, рассматривая кино, то ты подключаешься как к Грегору. Вот я бы этого убил, вот как действующего лица. Какой-нибудь персонаж там отрицательный показан. Вот я бы его и порешил бы сейчас сразу, дали бы мне пулемет, я бы его расстрелил. Все. И у нас уже ожесточение, и мы тем самым создаем такую мыслеформу и подключаемся к этому. А кто-то совершает это. Вот на моем примере можно проследить это. Когда в армии я был, у нас же дедовщина тоже там проявлялась в армии-то. И вот ко мне пытались эту дедовщину тоже применить. Ну вот, тогда я это решительно сказал. Вы что, хотите неприятностей? Я вас всех ночью зарежу. Весь, всю роту порешу. Сразу от меня отстали. Дальше. Ну это я словесно сказал. Ну подумал, это напугал просто людей, напугал, что я решительный и на все способен. Что ко меня не подходи, не трогай. Иначе я всех вас тут и так... А оказывается, видите, эта мысль, она распространялась. А потом, спустя некоторое время, мне рассказывают, мой начальник один, говорит, вот тут вот произошло в полку там, где-то там под Новосибирском, все такое прочее. Произошло. Тоже солдаты, дедовщины пытались, и он шил, он всех порешил, в ухо всех потыкал ночью всю роту. То, что на койках спали, он всех порешил, заснул, который дневальный, дежурный ночной, да там должен дежурный сидеть. Дежурный заснул, он первого дежурного, потом всех по порядку там. Спят ребята хорошо, сон хороший, а укол в ухо это беззвучное сразу убийство. Вот видите, вот как получается. Я только сказал, а второй человек выполнил. Значит, я уже соучастник этого убийства. Хотя я сам ничего не... Это как... Я решительно, как говорится, защищал свое. Ну, превысил. Надо было запугать ребят. А тут человек это сделал. Вы представляете, вот такое дело. Значит, получается, что и Грегор какой-то работает. Мы думаем, что это... Ах, а это просто мы так сказали, и ничего, без последствий это будет. Без последствий это не проходит. Мы создаем оси формы, и Грегор определенный работает, и он начинает, срабатывает в определенном месте. Также на заставе, вот недавно на заставе, один человек живой остался, а все зверски были уничтожены, все пограничники. Кто вот их уничтожил? Ну, там инопланетяне, все такое прочее. Да нет, это все люди уничтожили, на которых воздействовал наш и Грегор, который мы создали, рассматривая вот эти вот фильмы. И сталкиваясь с обстановкой и с окружающей такой средой. Вот. Таким образом, вот это мысленная такая игра в убийство, переживание при просмотре кинофильмов. Все это с этого начинается. Я говорю, это все всякой мысль материализуется. Это еще коммунисты уже начали понимать, это при Брежневе. До них стал доходить при Брежневе только. Что всякая мысль материализуется. Игры в войну, в том числе, приближенные к реальным. Ну, вот этот, стрелялки такие красками стреляют. Ну, тут квачков некто, он там арбалеты, мол, учились с арбалетами стрелять. Это примитивные первобытные войны. Но все это относится к подготовке к убийству. Каким-то действиям, связанным противоправным действием. Компьютерные стрелялки, я говорил. Тиры, да, тиры. И жестокие виды спорта мы смотрим. Вроде не про убийство. Но сколько было таких случаев, даже вот я когда смотрел по телевизору, даже было, что один боксер другого убивает на повал. Его выносит, он через день умирает. У него мозг сострясается и все. Такие бои без правил, жестокий, кровь льется и так далее. Емельянинки все это. Это все относится к убийству. Вот мы за него болеем, чтобы его врага уничтожить. Вот он там побеждает. Мы участвуем уже косвенно вот в этом убийстве. Физическое убийство. Ну, это вот уголовная статья 105-е убийство. Там много вариантов, подпунктов и так далее, уголовного кодекса. И самоубийство. Дальше. Доведение до самоубийства. Моральное убийство. Вот мы морально человека убиваем и грозим ему. Вот я тебя уничтожу. Все такое вот. С должника мы требуем там что-то. Он должен, а мы его. Да вот мы тебя уничтожим, всю твою семью уничтожим. Начинаем его пугать. Он, бедный, начинает бояться и вешается, скончает жизнь самоубийства. Также вот эти вот руководители многие у нас покончали. Начиная с этого месяца финансов. Кручина был такой. И масса при перестройке, когда запугали их, новая власть пришла. Все, надо отвечать за психологическую обстановку. И они все покидались из окон. Так же было после 20-го съезда. Вся Лубянка, почти там 50% в туалетах пострелялись эти все наши, эти Джеймс и Бондеты. Вот это вот моральное убийство. И относится тоже эвтаназия. Вот вроде там в некоторых странах разрешена эвтаназия. Это ничего подобного. До последнего человек должен знать, что Бог есть, и он только вправе распоряжаться жизнью человека. Только один Бог. Человек, человеку даже помогает. Вот я помог. Там дочка помогла, бабушку задушила подушкой. Потому что бабушка страдала от боли. Это дочка, внучка душат свою бабушку там и так далее. Это сплошь и рядом у нас сейчас такие примеры. А в некоторых странах вот эта уже эвтаназия разрешена. В особо продвинутых, в кавычках. Вот. В семье я говорил, что напряженная обстановка из-за собственности. Вот многие, даже родня между собой, деляя вот эту собственность, они брата убивают. Пасынки отчимов и наоборот. Дети выбрасываются из окна. Там двойку поставили им тоже. Тоже относится к моральному убийству. И плюс воздействие компьютера. Дальше. Силовики злоупотребляют своим служебным положением. Убивают задержанных в полиции, в отделениях полиции. Убивают в местах заключения. И плюс вот я говорил о дедовщине. Это силовики, армейские силовики. Вот это краткое введение. Теперь мы рассмотрим то, что вот в нашей книге этого, про Таире и Попову, насчёт этого пишут. Вот не убей. Шестой пункт. Не вреди телесной жизни ближнего, равно как и своей. Вот эта заповедь относится именно к телесной жизни, к здоровью ближнего. И это не только относится вот прямо, допустим, убил и всё. Человек, может быть, там побил какого-то человека. И он потом вследствие от этой болезни, связанной с избиением, скончался. Вот это тоже убийство. Вот самый тяжкий грех, вот умышленное убийство. В общем, на него это горящий огонь и жупел будет на этого, кто совершает такие вещи. Обдуманно, сознательно, какой-то выполняя план, планомерное убийство. Готовится к этому. Ну, раньше же было как в Древнем Завете, там было сказано, что за убийство тоже надо убивать этого убийцу. Так, в принципе, по Старому Завету положено. Но у нас сейчас ведь уже гуманизм, у нас, как же это называется, толерантность и всё такое, проще, либерастие. И у нас, по христианскому даже закону, по правилу, на всю жизнь лишали просто причастия. Ну, там каторга, там и так далее. И плюс причастия церковного лишали. А по позднейшим соборам эпитимия назначается на 15 лет. Это обдуманное заранее убийство планом нарушать все законы. И церковный, и гражданский, и естественно, человеческий закон. И ничего, нету такого извинения. Вот у Павла, допустим, у апостола Павла, нету ничего в его посланиях про убийство. Потому что ранние христиане, они не совершали убийство. Там они выполняли неубий. И, по крайней мере, а потом они уже начали, извращенные уже христиане пошли, и начались вот эти крестовые войны, связанные с убийствами. И потом насильственное крещение целых народов от Руси. И так произошло насильственное крещение при Владимире, грязном солнышке этом. Две трети населения после этого было, славянских племен уничтожено на территории России. В связи с этим крещением. Об этом мало пишут. Пишут, что вот священники такие несчастные, они же, у нас убогие, они-то как раз и совершали массовые убийства. Язычников, как они считали. Язычники, которые не говорят на нем языке, а потом язычниками начали называть всех, кто некрещеный. И начинается геноцид. Повторные убийства. Это серийные уже, это еще более тяжкое преступление. Здесь следует отметить, что если первое убийство вызывает, как говорится, внутреннее человека, начинает воротить, как вот он, допустим, выкурит первую сигарету, его начинает воротить, тошнить, выворачивать. И он сам себе противен и все такое прочее. Или первый стакан водки он выпьет и все. И он уже это, тоже его развезет и рвет его и так далее. Противно ему. Так же и убийство тоже. Первое убийство совершается, как первые сигареты. Это все отвратительно. Его тошнит человек, он не спит ночами, переживает. А потом, если он, значит, успокоился, все, у него это, как говорится, совесть свою придушил в себе. То есть раскаяния нету, а он себя, наоборот, да я же это оправдал, себя внутри. То есть он свою совесть сжег. Голос Божий в себе уже пожигает. И тогда он уже герой. Вот это, я же это в войне участвовал, вот я русского офицера убил. Вот я какой хороший, вот это все. А дальше он начинает это, следующее убийство у него уже идет, как это, как потребность. И так идет, идет, идет и превращается он в серийного. То есть такая же страсть получается, как вот секс патологический и курева, наркомания, пьянство и также убийство. Это есть наркотик. И самый сильный наркотик – это властолюбие. Но властолюбие, оно без убийства не бывает. Нам это известно. Вот, оно само влечет властолюбие, влечет цепляние за власть, оно связано непременно с убийствами. Здесь они, грешники, все погибают, вот. Ну, с другой стороны, вот песня-то была, Шаляпин пел, было 12 разбойников, был Кудеяра, Атамана. Много разбойники пролили, крови честных христиан. То есть массовое убийство было у них, и потом этот Кудеяр раскаялся и начал Господу Богу служить. То есть вероятность такая есть. Ну, не сразу, конечно, получится прощение, может быть, даже через несколько перевоплощений. Ну, тем более, он губит не только себя, но и свою семью. Телесное наказание кого-либо по жестокости до смерти. Ну, также вот полиция у нас это добывает физически, эти показания, ну, для того, чтобы там быстро закрыть дело. Вместо детектора лжи, сейчас ведь детектор лжи, применяют палку и бутылку из-под шампанского. Вот эти такие орудия производства, резиновые дубинки, кулаки и всякие предметы, которые можно засунуть заключённому, задержанному, не заключённому, даже задержанному можно засунуть, куда положено. Намеренное отравление тяжелобольных для облегчения их предсмертных страданий. То есть у нас эти врачи, они это, а вот по согласованию, может даже с родственниками, надо прекратить его существование, давай ему это вот чуть повыше дозу наркотика, и он усьёт, и всё, и безболезно, как усыпляет животных. Вот это, оказывается, это тоже насильное убийство. И вот даже вот покушение на чью-то жизнь, вот оно не совершилось. И всё равно это убийство, оно тоже может караться убийством. Вот недавно один предприниматель был в машине застрелен в голову, но он выжил. То есть случайно получилось, что он выжил. Оказалось, что стрелял его дальний родственник из машины, из второй стрелял. И когда, значит, не получилось это, он показал на него, на этого родственника. Пришли за родственником его брать, и он стрелял в милицию, и его полиция вынуждена была застрелить. То есть вот он сразу получил наказание за то, что он покушался на жизнь родственника. Но не удалось, но всё равно это убийство считается. Даже если план не сработал, что-то там не срослось, вот как Рейгана стреляли, попали куда-то там в живот несколько ран, но он выжил. Также папу римского стрелял, Акжа, вот этот турок, тоже он выжил папой, и всё равно сидел как убийца. Самоубийство. Самоубийство – это вершина всякого вот этого греха убийства. То есть это выше, чем грех убийства, то есть в отрицательном смысле ниже даже, потому что это более тяжкое преступление, чем убийство. Здесь вообще отрицается Бог, и всякая с ним связь с Богом отрицается. И человек, видимо, только остаётся один, сам с собой, своей гордостью, и вот этой гордостью она пересиливает. Ну, их даже хоронят в отдельном месте самоубийством. Никакое их завещание не приводится в исполнение, потому что они просто из списка живых, из списка людей вообще вычёркиваются и причисляются к зверям. И здесь вот тоже обдуманностью всё это дело. Но некоторые самоубийцы, они заканчивают жизнь как доведённые до самоубийства, в состоянии болезни, какого-то аффекта, под воздействием каких-нибудь внешних окружающих факторов. Как, например, вот 33-я дивизия под Нарофоминском оборонялась, Москва обороняла. Несколько раз Нарофоминск переходил из рук в руки. Вот кинули туда дивизию Ефремова, она попала в окружение. Почти вся дивизия была уничтожена, и в конце концов Ефремов этот командарм был окружён, комдив, или командарм, командарм, наверное, 33-я армия. Он был окружён, и поскольку был он уже тяжело ранен, может быть, даже смертельно ранен, он уже чувствовал, что рана такая тяжёлая, и он в голову себе выстрел из пистолета. Здесь уже, как говорится, судить его нельзя, как самоубийцу, потому что он оборонялся, и в состоянии таком безвыходном положении, может быть, даже он принял единственное верное решение, чтобы не сдаваться в плен. Вот это, и таких же случаев много, тем более вот сейчас дети под воздействием компьютера бросаются из окна, тоже их нельзя считать самоубийцами, потому что они несовершеннолетние, и под воздействием вот этого внешнего фактора компьютера, компьютерных сетей. Ну вот, тот самоубийца, который уже подготавливается, планируется, бывает даже несколько раз, он один раз не получил второй, в конце концов всё равно он свой план доведёт до этого. Это уже именно законченный, закоренелый, хотя внешних обстоятельств особых не было. Это тяжкий грех. Ну вот, как говорится, почему вот Бог-то попускает вот этих вот самоубийц, и, в частности, сейчас вот самоубийцы, они изготавливаются большими сериями у нас, для чего? Для применения военных действий, в диверсиях. Вот взять ИГИЛ, вот это. Поскольку ИГИЛ вынуждено, ну, имеет сравнительно слабое вооружение по сравнению с регулярными армиями, скажем, российской армии, армии США, Великобритании, Франции и так далее, очень много тоже государственного, это ИГИЛ нацелено. Несмотря на то, что их народу много, вот этого ИГИЛа, но вооружение они слабо. И вот основное у них оружие, это вот эти самоубийцы, машины, взрывчатки, пояса, шахиды и так далее, и так далее. И эта идеологическая обработка людей склоняет их к самоубийству как бы на религиозной почве. Ну, видимо, вот это как раз и показывает, что тот вариант религии, который они выбрали, он не совсем верный. То есть они отклонились от своего мусульманства, от истинного мусульманства, и они отклонились в сторону немножко человеконенавистнической идеологии. Вплоть до того, что они готовы пожертвовать собой, но это считается, у нас же тоже считалось во время Великой Отечественной войны, это когда ты защищаешь свою территорию. Тут у нас Александр Матросов и многие другие лётчики, таран совершившиеся, совершившие на своём самолёте и врезавшиеся в толпу танков, в колонны танков противника, они тоже как бы совершали самоубийство, но это самоубийство было самопожертвованием за освобождение своей земли, за своих родственников, за защиту своей родни, матерей, жён, детей, отцов, дедов и так далее, и так далее, и свою территорию защищая. Тоже не относятся, то есть такие люди даже наоборот пользуются почётом. Ну и здесь тоже такая же ситуация, но они не защищают свою территорию, наоборот они как агрессор вот эти шахиды выступают. Это если бы они только защищали свою территорию, это было бы другое дело, совершенно диаметральное. Но здесь они агрессоры, они нападают и на Ирак, они нападают на Иран, нападают на Сирию и на все такие... И производят самое главное там разрушение культурных ценностей и всего прочего, а все инфраструктуры. И самое главное режут голову людям, неповинным людям, гражданскому населению. Это уже не оправдано такое самоубийство. Покушение на свою жизнь, соединённое с решительными действиями. Ну здесь уже, как говорится, обдуманное уже покушение на свою жизнь. Вот я кому-то насолю, я обвиню такого-то в своей кончине, и пусть ему будет хуже, и пусть всем будет хуже, а я отсюда ухожу, потому что все вы дерьмо собачье, а я один вот человек гордый такой и решительный, и всё, не хочу на этой земле жить. Вот так вот. Одна только мысль себя лишить жизни, это тоже является грехом. Только мысль, вот надо вот эту, покончить жизнь самоубийством, это уже грех. Вызов и выход на поединок. То есть дуэль. Вот это тоже вот это дуэль и так далее. Здесь очень сильно связано с вот этими петушинами боями борьбы без правил, бокс, вот эти силовые виды спорта, которые ведут к инвалидности. Не к защите здоровья, а к вреду здоровья. Для заработка денег люди рискуют своим собственным здоровьем. Это вот относится вот к этому же поединку. И поединок тоже. Также вот Пушкин с Дантесом, это всё. И цари это осуждали. Он вопреки царю это всё. И Лермонтов стрелялся. Сначала царь не запрещал это, потому что так было принято у дворян. Но потом видят, что дворян-то число поредело, и некому защищать отечество. И царь запретил эти дуэли. Участие в убийстве, самоубийстве умышленное. Убийство по научению и приказанию угрозы принадлежения со стороны другого. Ну вот далеко ходить не надо. Вот это героя России, Ямадаева-то. Убили прямо в Москве тоже на дороге, около светофора. Его убил какой-то его с той же национальности, тоже чеченец. И когда его взяли, он рассказал, что это меня научили убить, меня заставили убить. Вот так вот. И сказали, что если ты не убьёшь этого Ямадаева, то мы твою семью всё расстреляем. И тебя в том числе. Тебе не жить в нашей республике. Вот такое ему было дано указание свыше. Призвал его там человек. Ну, здесь в интернете есть показания. Посмотрите. Показания убийцы Ямадаева. Героя России. Ну, Ямадаева-то за что убили? За то, что он обличал внутреннее состояние чеченского общества современного. Изнутри он силовые структуры критиковал, как состав этих структур. И что они там делают. Всё это было на его глазах. Поэтому он вскрыл очень много таких тайных пружин, которые работают там, в силу в реках. И поэтому его, конечно, было решено убрать. Ну, также вот эта журналистка Политковская тоже, она попыталась что-то там задеть немножко. Эту внутреннюю структуру полезла не в свои дела, как бы говорится. И тут же её сразу устранили по нающению. Не то, что там убийцу, а убийцу, может быть, его заставили по наущению. Но всё равно убийца виноват. Он как убийца считается. То есть, если ты поддался вот этому наущению, никак не сопротивлялся. Дальше. Вот когда Немцова убивали. Там же целая группа действовала. Одни следили, вторые убежище давали самому убийце. И готовили ему там оружие, деньги ей давали, всё такое. Вот это уже относится к убийству. Старажба при совершении убийства. На стрёме стояли. И доставление убежища убийцам. То есть, убийцу доставили. Он сделал своё дело, его тоже увезли, спрятали куда-то. Вот кто это всё организовывает, это тоже они равносильные греха имеют с этим убийцам. Доставление убийцы или самоубийцы средств к преступлению. Ну, давай, мол, я тебе это, хочешь, я тебе это дам, хочешь, отраву, хочешь, тебе пистолет, хочешь, чего. У самоубийца, вот давай верёвку в шёлку я тебе из Китая доставлю, чтобы она гладко ложилась на шее. Подстрекательство кого? К убийству или самоубийству? Ну, это уже подстрекательство, вот в компьютере это целая сеть раскрыта, подстрекатели к самоубийству и к убийству. Вот убийство-то в восстанию, явно там восстанию, каким-то противоправным действием, захвату и так далее. Захвату заводов, терактам, призывы к терактам и так далее. Как-то прямого неповиновения властям. Непрямое убийство или самоубийство. Побои другого, в которых произошла или могла произойти смерть. Ну, это мы уже говорили про это, то есть, может человека так и не убить, но так его покалечить, что это сокращает ему жизнь. И вот тоже статья 105. Это она у нас ежедневная статья. Оставление без помощи человека погибающего. Это наша 03. Скорая помощь, пожалуйста. Она сейчас по 105 статье проходит. Вот был у меня, допустим, случай. Старушка. Жалуется, мне бы надо в больницу. Звоню в скорую, скорую 03. Кого? Женщину. Сколько ей лет? Первый вопрос. А сколько ей лет? То есть, не что там, чего случилось, а сколько ей лет? Первый вопрос. Скорая помощь 03. Значит, это уже нарушение клятвы Гиппократа раз и нарушение 105 статьи дискриминации. То есть, если ей много лет, а ей 87 лет. Ты когда, я сказал 87 лет? Ну, тогда скорая помощь приехала. Ну, она ничего не сделала. Она старушку-то не забрала в больницу-то. Она так оставила. А что, вдруг она по дороге у нас помрет? И так оставили они эту старушку. Даже ничего. Никакого. А старушку можно было спасти. И надо спасать такую же. Любую душу, а мало ли чего, там, может быть, она и поживет дальше. Тем более, участие войны и так далее и прочее. Награжденные многими наградами государственными и так далее. Грамоты от президентов получала и ветеран, корочки ветеран войны. Скорая помощь у нас 03, она на это не смотрит. Это вот уголовное преступление. Но я не стал это дело поднимать, потому что там столько нервов надо. И тебе даже прокуратура пошлет. Прокуратура этим заниматься не будет, потому что она интересами граждан не занимается. Она занимается интересами государства. То есть государство, чтобы государство богатело. И чтобы у них оклады были. Вот этим делом. А интересы граждан, вот в этом плане, их совершенно, тем более полиция. Полиция там, это нуль. Она только и ждет, когда они вместе там и связаны. Это скорая звонит туда, это звонит туда. И вот оставление. И уже даже похоронщикам все известно. Еще бабушка не померла. Уже приехала с подачи скорой помощи. Уже приехала похоронная служба агента. Девушка приехала. Вот давайте с нами работайте. Заплатите нам там. Мы вам все организуем. Вот такая вот эта. Это все 105-я статья, но там есть пункт о ставлении человека, погибающего без помощи. Это 0-3 наша. Все, все, вся вот эта, как она там, кто у нас там, Соловьева, что ли, начиная с министра вот этого медицинского обслуживания, там Соловьева, по-моему, ее фамилия. И это вся эта система, она по этой 105-й статье проводит. Даже вот за это вот, то, что по телефону, когда я говорю, а не первую, сколько ей лет. Все, это дискриминация. Это значит человеку подходит. Если много лет, значит мы не поедем, попозже поедем или там пришлем каких-нибудь там к ней не тех людей. Может, с похоронной командой связаться с ней. Сразу сообщить своим людям, потому что там же отстегивается. Похоронщики-то отстегивают скорой за звонок, за сообщение. Там свои уже люди сидят, эти дежурные, все. Ага, 87 лет, ну, все. Деньги, бабло, давайте делать. 105-я статья, пункт, не помню уже какой пункт, посмотрите. Уголовного кодекса РСФСР, ну, то есть Российской Федерации. Произвольное оставление проводниками, путешествующих в опасном месте или положение прямо в смертельные случаи на дороге и неисправности проводников. И, да, неисправности проводников. То есть проводники неисправные такие, они могут подвести и там завести, наоборот, в такое место, где человек гибнет. На перевал Дятлова, скажем. Мы его приведем, этого Дятлова. Вот, он свою задачу выполнит, там, подопытный кролик. Мы их там всех поуничтожим. Вот, ну, к примеру, я говорю, это версия. Ну, нельзя тоже вот это... Тут есть и вторая сторона медали. Вот опера-то есть, «Жизнь за царя» она называлась, да. Опера Глинки Ивана Сусанина она сейчас называется. Там тоже проводник Иван Сусанин завел польских этих супостатов в болото. И там они все погибли. И он сам от их рук погиб. Иван Сусанин, заведомо знает, что он погибнет. Он завел их в эту в Чищеву. То, чтобы они не захватывали территорию нашу. Все, они захватчики, все. То есть здесь тоже вроде бы подходит под это оставление проводниками, путешественниками. В опасном месте. Он тоже оставил их в опасном месте. Но он в каких обстоятельствах? Преостоятельства защиты не своих интересов. Сам-то он погиб, а интересов Родины. Вот здесь тоже надо понимать аспекты. Здесь вот про это не пишется. Про теория об этом не пишет. С молчания о чем-либо приготовлении или самом покушении на убийство. А также и о совершенном убийстве. Ну, если я, допустим, знаю, то вот этот вот убил точно. Ну, конечно, должны меры какие-то к нему принять. Для того, чтобы человек получил суд писанный, как говорится, по писанию. Это да. И знаем, что кто-то приготовляется там к убийству. Готовит там патроны, закупает вооружение, там что-то, гранаты. Сосед там. А мы молчим, ничего не звоним. Правда, сейчас звонить-то. Сейчас 02 позвонишь или 112. Ну, 112 еще может чего-то тебе ответить. Ну, пошлют подальше, что ли. Пошлют они, да. Ну, ничего, мер не примут. Равнодужие... А тут сосед один. Из лестничной площадки сделал гараж. Там наставил канистры с под бензиной. Машину ставит рядом с домом. Канистры, все. Сообщаю участковому. Вот тут, говорю, готовится человек явно к поджогу по въезду. Так там ноль внимания. Это участковый даже проигнорировал это дело. Они ноль внимания. То есть, что хочешь, то и делай там в этом. Страфи, все там опасно, пожар опасно. Нет, не пожары. Сейчас они не смотрят на это. Все делают деньги. Все погоны, все это направлено для денег. Это все идет сверху. Потому что все только этим и занимаются. Ну, а сейчас же уже объявлено, вот в Яндексе, пожалуйста, размер взятки по Московской области определен в 1 миллион рублей. Возрос в 3 раза. То есть, это официальное сообщение. Ребята, заносите миллион меньше, не приносите в администрацию решать вопрос. И вот, пожалуйста, в газете же написано. С какой целью пишется это? Это информация для взятка дателей. Потому что... А кто ее информацию дает? Взятка получателя. Потому что они определяют размер уже. Вот такой именно размер. Меньше нельзя. Вот. Отказ врача, особенно во время эпидемии, в помощи заболевшим беднякам. Ну, вот я как раз и говорил про это. Скорую помощь. То есть, они... Сколько лет? Ага. И дискриминация пошла дальше. По возрасту. Умышленное замедление в излечении больного или лечении небрежное. Ну, это сейчас сплошняком. Ты поди, полечись ты сейчас. Сейчас тебе выпишут сначала лекарство. Несколько тысяч рублей, которые стоят их. Потому что у них тоже договор с аптеками. Если ты выпишешь такое лекарство, аптека тебе с него процент выплатит. Вот этому врачу. Все. Значит, это... А дальше... А полезно это лекарство? Да это... Врачу-то это... Да лампочки полезны, не полезны. Ему деньги надо зарабатывать. Дальше, значит, установлено было, что за каждую вот эту диспансеризацию, кого бы не провели вот эту диспансеризацию, 100 рублей платится врачу там или медсестре. Так медсестре... Это все знает главврач и все такое прочее. И все эти они карточки, все подделывают. И в отдел страхования получают эти деньги через Росстрах. Как агентство страховое. Каждый получает, они занимаются все этим. А одна врачика даже этого не знала. А делала ее просто медсестра, которая рядом сидела. Она печать оставляла в своей тумбочке. И медсестра эту печать лепила, лепила, лепила. А вскрылась как? Обнаружил, что вот диспансеризацию прошел милиционер, полицейский. А он в этой поликлинике не должен был. Он там только родился, в этой поликлинике. А диспансеризацию он должен в служебной поликлинике проходить. Вот когда это ткнули, оказалось, что там с флешником деньги делают. И там приписывают, что рост, вес оказался не совпадает. Писали от фонаря они лески диспансеризации. И анализы все это, все это. А сейчас автоматы делают анализ крови. Чего там этот автомат лепит, неизвестно. Там все анализы хорошие. И замедление будет отсюда, получается, замедление из лечения болезни. То есть они практически не лечат. Там единицы лечат. Ну и даже сколько... Да хирурги-то стали вообще даже хирурги. Вот они отрезают человеку ногу. А потом начинают ему пичкать эти лекарства для того, чтобы кровь остановить. Но они же не знают, что это тромбообразовательство. Человек погибает, у него тромб и в сердце. Тромбообразование они создают этими лекарствами. И человек погибает от этого. Даже в таких... То есть полный... Сейчас аппендицит нельзя никакому хирургу доверить. Потому что они не умеют. Они там оставят что-нибудь. Или скальпель оставят, или тампон, или что-то. Это бесполезняк ходить вообще сейчас в медицину. Это ноль. Совершенно. Даже минус отрицательно. Вот это вот, пожалуйста, это. Без особенной нужды разрешение или совет врача больным употреблять в пасты. Скоромную пищу. Ну это вот, мол, это паститься тебе нельзя. Там это все такое прочее. Ешь все подряд. Или наоборот. А некоторые наоборот. Старушка вот, которая после инсульта вот... Только давай вот это без масла, без ничего. Все, все это. Одни овощи, одни эти. Все, все, все. Свеколку там, капусту, морковку. Все это, все это перетирайте. И все такое прочее. И ничего, короче говоря, Или советуют не поститься, или наоборот уже такой пост, что организм не может восстановиться, не хватает микроэлементов. А они не выписывают эти микроэлементы. Не предупреждение врачом больного о христианском напутствии. Даже отговор препятствия на этом. Ну у нас сейчас никто не будет отговорить. Пожалуйста, иди исповедуйся. Вызывай батюшку. Ну, раньше это, видимо, было, что врачи советуют, что неверующие врачи были. Огорчение больному или недосмотр за ним в беспамятстве его, а также в сумасшествии иных. Ну, это у нас в этих психушках-то, сколько горело психушек. Кто за ними смотрел? Их специально поджигали, чтобы эти... Чего с ними возиться? Всё равно они не могут их лечить. Лучше поджечь, вот они считают. Беспокойство, потрясение умирающему. То есть он должен спокойно там отдыхать в отдельной палате. Тишина должна быть, чтобы он спокойно отошёл. А они начинают шуметь, там кричать мы начинаем и так далее, и так далее. Мы его мешаем. Раздражаем мы его диалог с Богом нарушаем. Непредостережение себя и других от опасности быть застегнутым постижной смертью. Там, где, видимо, это опасность. Ну, то есть даже вот через дорогу-то это. Но посмотри, остановить человека надо, что он под машину явно лезет. Особенно женщины с детьми. Они на машину не смотрят. Они вот на коляску смотрят и катят её впереди себя под машину. Не сзади её катят, сами впереди, а именно вот катят её под машину. И свет красный. Они идут на красный свет. Издивительные слова ближнему, особенно угроза убить его. Да, вот это вот мы грешим часто. Ух, я тебя сейчас убью. Я тебе ноги переломаю. Я тебе это, то, да, всё. А некоторые чувствительные люди, они от этого могут и погибнуть, от этих слов. Звая, нескрываемая ненавистью. Вот я ненавижу этого вот нашего президента. Это такая паскуда, такая гадость. Вот эта ненависть, это потом выступление на Болотной площади. Что он-то такой, сякой. И это вот ненависть такая, она идёт вплоть до войны. Или там ненавижу соседа. Вот он залез на сантиметр ко мне в мой огород, залез без разрешения, ничего. Я его готов лопатой огреть, и с кулаками на него бросится. Отнятие чести у невинного или невинной. Ну, это у нас сплошняком. Вот это вот. А отнятие может чести как ещё отнимать? Не только физически там путём насилия, а путём даже оговора. Вот невеста эта должна выходить замуж, она сама по себе невинная, эта невеста. А эти завистливые женихи-то, которым обломилась, не досталась она-то, они распространяют, о, да что ты, Ванька, я с ней же переспал уже, здесь с ней все спят, с этой невестой. И получается, она опозорена на весь город, эта невеста, что она, оказывается, со всеми спала, а кроме вот этого Ваньки, который, Ванька тогда подумает, да, что это я одно такое буду жить, и не берёт её. Вот это тоже отнятие чести называется у невинной. Или, допустим, обвинить кого-то, вот ложные тоже обвинения, человек нечестный, там это, вот такой-такой, нечестный, беззаказательно, огульно, из зависти. Вот. Не вполне заслуженное осуждение никого к лишению всех прав, состояния. Не вполне заслуженное осуждение или на смертную казнь. Ну, это относится к судьям, к присяжным и так далее. Когда надо быстренько закрыть дело невиновного человека, берётся это, выбивается признательное показание, потом это дело доводится до суда, суд доверяет полностью следствию, прокуратуру тоже следствию, адвокат там ничего не может сделать, потому что адвокаты-то они не плеваки, они, вот именно они плеваки, они на всё плевали на это, да. Адвокаты плеваки. Жестокость к убогим или уродам. Ну, вот жестокость какая-то тут. Тут вот очень простой случай недавно, тоже в Яндексе написано, милиционер остановил на машине человека и пытается его вытянуть из машины. За руку схватил его, руку на излом, а у него протез. То есть он инвалид оказался. Вот. Ну, как вот тут разобрать-то? Вот это и есть. Это жестокость к убогим или уродам. Сломал вплоть до того, что сломал ему протез. Не умение решать вопросы. Пренебрежение игрока опасностью для своей жизни на публичных зрелищах. Вот это имеется в виду вот эти вот игроки, которые на сцене занимаются всякими прыжками, всякими. Вот под воду ныряют много минут, там они находятся для денег. Там замками запирают себя под водой, потом распутывают такие фокусы и ходят по канату без страховки. Вот сколько было уже девочек, разбилось до смерти и до инвалидности. И также вот в гимнастических залах вот чемпионки были олимпийские, тоже они такие травмы получали, что вот сейчас они в молодом возрасте многие и скончались из-за этого. То есть очень опасны вот эти зрелища. И никто их не предупреждает, что это опасно, потому что там деньги пилятся на спорте-то. Вплоть до того, что тебе и допинг дадут, лишь бы ты результат показал. У нас же ведь этот допинговый скандал, какой сейчас по всему миру идёт. «Решимость на преступные дела, соединённые с опасностью быть убитым». Ну, то есть человек идёт ва-банк, идёт на разбойное какое-то нападение, на теракт такой боевой, на захват какой-то, и невзирая на опасность быть убитым, он пытается достичь этой шеи. Допустим, захватить атомную электростанцию, или в банк разграбить, или ювелиру какого-нибудь там отнять, в инкассаторскую машину. Они все вооружённые, а ты знаешь, что тебя могут убить, а ты всё равно лезешь к этим конкассаторам. Хорошо, что если ты договорился с ним заранее, как часто бывает. Пьянство непременно сокращающее, иногда скоропостижно прекращающая жизнь. Вот, пьянство, это вот у нас распространённое, и оно насаждается, кстати, потому что оно экономически выгодно, это пьянство для государства. Также царь ещё насаждал пьянство, более царёвы кабаки, царёв заказ у нас сейчас водка продаётся, царёв заказ, и какая-то там адмиральская и так далее, и так далее. Непредвиненные, нежелаемые убийства и самоубийства. Случайное или невольное убийство. Ну, как случайно, особенно не бывает. Вот если там поспорили, стоит фанатик футболиста с девушкой, и там же чеченцы, а чеченец оказался по боксу специалист. И он с одного удара-то избил этого парня, а парень-то головой ударился в брусчатку. Фанатик. Вот в Москве это было дело. И это не один случай. Вот это называется убийство по неосторожности. Вот он там посидел немного и вышел. Хотя это убийство. Но срок сократили в связи с особым положением, потому что фанатик-то был не титульной нацией. Доведение кого через себя до внезапной смерти или до самоубийства. Ну, это вот интернет, пожалуйста, доводит. Тут есть специальные люди, которые этим занимаются. Убиение кого или только покушение на всю жизнь во временном беспамятстве. Ну, то есть это... Это человек, если ненормальный, вот как вот эта женщина, служанка в Москве, которая отрезала ребенку голову и с этой головой около метро бегала. Ну, вот это вот... Это же тоже убийство, но оно... Оно не оправдывается здесь. Почему? Потому что она же сама довела до себя до такого состояния. Идиотизм это. Она не обращалась никуда. И потом, что привело к убийству. Это не является извинением, то, что она была... Вот принудительное лечение я сейчас назначу. Какой принудительный речей? За такие вещи надо пожизненно давать. Побои беременной женщины, от которых последовали преждевременные роды или самая смерть ее младенца. У нас на дорогах сейчас это сплошняком принято. Беременны там, это ее избивает тут же... И в интернете даже это есть. Оскопление себя и других. Это повреждение здоровья своего и чужого. Ну, и вы знаете, что даже вот... Парацельс был такой медик-то. И он же в детстве солдат какой-то козел оскопил. И он так вот стал вот такой... Бесполый человек. Этот Парацельс. Вот это считается грех как убийство. Из-за плевания. Вот, ну, говорим там... Плевать я на тебя хотел-то. Ну, я вот плюю на тебя, и все. А это все тоже относится, заплевание-то. А некоторые люди, например, очень чувствительные и боятся всего. И всякого сглаза, колдовства боятся. Ну, не имеют связи с Богом. И могут даже из-за этого погибнуть. Из-за этого заплевания. Занесение в чужой дом прилипчивой болезни. Ну, это сплошняком у нас этот. СПИД вот этот распространяется, особенно там на Урале, в Екатеринбурге. Там уже как эпидения пошло огромное количество этого СПИДа. И всякими путями его стараются распространять. Ну, способствует этому. Во всяком случае, система здравоохранения такая, она способствует. И социальная такая структура, отсутствие роста экономики, ухудшение положения людей в стране практически при отсутствии правительства не работает. И вот снижение уровня жизни, оно ведет к этим заболеваниям. Сообщение заведомо порочной болезни. Ну, то передают это болезни заведомо, и человек погибает. Вплоть до того, что люди, и даже рожают они, будучи уже больными СПИДами. Что там получится? Продажа или дарение заведомо в пищу чего-либо вредящего здоровью. А это тоже как убийство. А у нас, что в торговой сети можно? Вот, пожалуйста, недавно было дело Магнит. Там было какое-то массовое отравление. Массовое отравление детей сплошь и рядом у нас в детских садах, в школах, в домах, в летних лагерях. Это массовое отравление сальмонеллу заносит и прочие вещи в пищу. Или вот дарят. Был случай, что дарят, допустим, какой-то офицер ехал по службе на испытание этих атомных бомб. Дарят, допустим, и привез оттуда сатулу чуть ли не бикини, где американцы шлепают эти бомбы. Принес ракушку, раковину-то эту. Ну, знаете, морскую раковину. И подарил семье. Там она так фонит, что потом вся семья стала инвалидом, а мать померла от белокровия. То есть от лучевой болезни. Изнурение другого чрезмерными трудами по должности или на работе. Ну, это у нас тоже нагружает хорошо. В некоторых местах, особенно связанных где-то протоиерей, они там очень хорошо нагружают людей. А крайное изнурение самого себя занятиями по должности, ремеслу или по торговле. Ну, это фанатизм, уже трудоголизм называется. Трудоголизм. Это тоже как самоубийство можно считать. Это понятно. Нарушение чужого сна по дежности или только без полной нужды и осторожности. Ну, это по потолку пляски. Эй, вы там наверху, как говорится, да? Это почти как слоны. Тоже считается всё это. Не заботаясь о здоровье и долголетии своём и других. Пренебрежение объявленными предосторожностями против эпидемии. Особенно злонамеренная. Ну, допустим, вот нельзя ходить, надо ходить вот в этом, надо это, маски в этом случае одевать или прививки делать, а мы пренебрегаем. А некоторые злонамеренно, допустим, надо воду хлорировать, а мы не принимаем меры даже к ремонту водопровода. А там дыра в водопроводе поступает, а грунтовые воды, которые содержатся всех, как говорится, видов вредных микроорганизмов. Не хотели совсем лечиться в тяжкой болезни или же лечения у знахарей. Ну, тут у нас волей-неволей, мы бы хотели лечиться, но нет возможности, нам отобьют. Потому что нормальное лечение связано с затратами сейчас, а бесплатного лечения нет. Это даром лечиться, лечиться даром, как говорится. То есть, если ты пойдешь бесплатно лечиться, то ты будешь просто как клиенту уже у похоронного бюро будешь. Вместе они будут с тобой работать. Похоронное бюро и медики. Если у тебя денег нет. А если у тебя деньги есть, то тебя будут вынимать эти деньги, тоже тебе не очень-то они будут стараться лечить. Поэтому уже многие у нас даже вот эти олигархи, они ездят лечиться куда? За границу. И даже сам вот Ельцин, он летал на операцию куда? В США. И из бюджета туда перечислил за это, как его бабло-то он. Не охот, не хотели. Вот у знахарей или к знахарям. Вот, допустим, Зюганов. Он же, как он же, к китайцам ездил лечиться. Но это равносильно, что к знахарям. Там всякие восточные вот эти вот методы лечения. Это всё относится к колдовству, всеродейству. И все выводят себе, как говорится, вот эти на лице, очищают себе это лицо, но внутреннее своё они не очищают. Нетерпеливость в болезни. Ну, это вот мы не терпим, как Иов был такой. Вот Иов, он терпел. Терпел до последнего, пока Бог его не исцелил. А мы нет. Вот, скорее, почему это так долго всё у нас не проходит. И в нетерпении мы всех дёргаем, врачи дёргаем. Врачи такие, они не так нас лечат. Ну, что, если ты попался, слушай, что тебе говорят. Пренебрежение во время болезни и при обыкновенном лечении духовными врачиствами. То есть, ну, лечишься, ну, надо ещё сходить на елеосвящение. Есть такое вот елеосвящение. А, помазание. И оно проводится в некоторых церквях, оно каждый день проводится. И можно там читать молитвы, помазывать маслом. И тоже получают люди исцеление. Кто верующий? Раздражительность и ярость умаляющие дни. Ну, это многие бывали такие волонтаристы. Вот, типа, Хрущёва, они ногами топали, орали. И таких начальников было море. Вот, они топают ногами. Всё, сами себе сокращают жизнь. Усвоение себе угрюмого характера. Ну, это мрачные такие, суровые все люди. Вот это, чтобы не было, и чувства юмора нет. Вот это да. Многоядение и многопитие без сытости. Ну, это черевобесие, как говорится. Тут уже жрут, жрут. И когда связаны тем более с пьянкой, там аппетит растёт, растёт. С одной пьянки на другую. Так и Александр Македонский погиб. От этого чрезмерного обжорства и пьянства. Вот. Таким образом, мы дальше пойдём. совершением в разных видах скверноядения в разных видах с сознанием. Ну, вот многие, допустим, там скверноядение всё едят всякую нечисть. Лягушек, там этих змей, там червей, всё это из-за нищеты. А некоторые вот сейчас рекомендуют насекомых. Вот насекомые, это такой источник белка, оказывается, для человека. Посмотришь, учёные. Это всё. Вот это скверноядение. Вот это. Они призывают, вот почему, будут уже из насекомых делать белковую пищу. А оказывается, нельзя есть животных, имеющих нераздвоенные копыта. У кого нераздвоенные копыта? У лошади. А у нас эти мусульмане некоторые прямо любят эту конину и даже сейчас консервы начали продавать. Конина, написано конина. А это нельзя. И по Старому Завету нельзя, ведь мусульманцы у нас тоже из Старого Завета возникло, как и православие тоже. Вот таким образом. Это скверноядение. Ну уж лягушкой, я и говорю, там французы жрут и говорят, даже они очень полезны, эти французы. Ну что-то во Франции делается, мы знаем из-за этого. И вот не просто вот что мы едим, но ещё где мы едим. Вот если мы едим среди бесстыдных песен, плясок, музыки, вот эти вот там стриптизы, и мы там сидим, вкушаем, ой, как это хорошо нам, а это оказывается грех. Вот трапеза это возвышенное должно быть, состояние возвышенное. Мы должны её воспринимать в обстановке соответствующей. Воспринимать. ношение одежды вредных для здоровья. Ну, это сейчас вот с лошняком взять вот эти джинсы. Вот ходят девушки, они в этих или в обтянутых в этих ретузиках, зима, 30 градусов мороз, эти хлопчатые джинсы, они холодные, хорошо, если они вниз чего подденут, но и то, если они подденут что-то очень тоненькое, не соответствующее нашим зимам, вот этим суровым. одеваются очень долго короткие курточки, что вся спина и все области, как говорится, их почек вся виднеется, вплоть до, как говорится, пятой точки все открыто и очень долго. Пока снег не выпадет, они все как наклонятся, у них уже голая задница видно, нету ни майки, ничего под низом. вот это называется ношение одежды вредной для здоровья. А потом у них получаются больные почки, сказываются на детях и так далее, и так далее, и так далее. То есть ни свободная одежда, ни теплая, ни соответствующего времени года, года, вот это надо все смотреть. пренебрежение опрятностью, чистоплотностью и другими условиями для сохранения здоровья. Ну, это, да, вот, особенно распространенно это было во Франции, вот Наполеон, во времена Наполеона, а там все были неопрятны, они, во-первых, французы, они не любят мыться, они могут годами не мыться, они только раньше, особенно при Наполеоне, они вот изобретали вот эти все душистые вещества, которые подавляют запах их него испорождение и этого тела, их его. И вот они душили себе везде, там все надушатся, а они не моются. Вот это неопрятность, неопрятность, и они как свиньи. Но считается культурно, это Европа, как же Европа. А сейчас теперь они не моются тем, что у них эти счетчики воды, они экономят, они на воде экономят, и неопрятные ходят. он даже посмотришь на это вот эхо Москвы, у них кто там паханты этот, Венедиктов, так на него смотреть страшно, он непричесанный все время ходит, неопрятный. Это тоже относится к пренебрежению собой. Или наоборот, чрезмерная изнеженность в жизни. Вот ребенка лелеем, холем, чтобы он там не пил из лужи и так далее, и так далее, или там что-то. А потом иммунитета никакого, он погибает. И вот есть таких 7 дел телесного милосердия к ближнему. Люди должны быть мы с вами человеколюбивые и снисходительные к ближнему. И делать добро. И если мы не делаем этого добра, если мы не делаем, то мы тоже согрешаем. Вот гуманизма нет у нас. Вот гуманизм в чем заключается? В том, что мы даже не насмехаемся, а у нас самолет упал, а многие радуются. Или там шарлейбдо вот это какой-то и так далее. У нас все радуется чужому горе. Или даже горе у врага тоже радуются особо чего-то. И вот какие же этих 7 дел? Это надо алчищего напитать. Голодный человек, а его нужно накормить. Даже с чего напоить. А тут вот войну рассказывали случаи. Посылали пилить лес, в лес посылали на заготовку дров, даже дрова были, в основном дрова все, отопление все. И готовили на дровах. И вот посылали гражданских всех это. И вот они поехали, заготавили, заготавили дрова там около какой-то деревни, наложили там штабель, все, и идут мимо этой деревни, уже уработались, идут туда на дорогу, чтобы их вывез автобус там или транспорт какой, машина. И проходя мимо этого села, выходит из одного дома женщина. так они у нее попросили водички вынести. А та оказалась старообрядка, староверка. И она дверь закрыла и так им не дала попить. То есть вот это, а это уже нарушение вот этой заповеди. Это старообрядцы тоже должны читать, но они не вынесли попить, они побрезгали, как же это я из своей кружки дам им пить, а потом мне кружку надо выбрасывать, потому что для меня как, они же нечистые люди, нечистые, а я буду как, они для меня как собаки, а после собаки я не должен пить. Вот ведь гордость-то. Все уже. Ногу водить. Ну вот у нас если есть много одежь, есть многодежь, есть молодежь. Молодежь у нее мало одежь, а многодежь это пенсионеры, у них много одежь. И вот пенсионеры эти носят на помойку, на мусорку эти все свои одежи. И вот они подходят бомжи и как-то одеваются от этих пенсионеров. или секонд-хенд. Прийдите раз. А у нас видишь не одевают так просто. Секонд-хенд там же так просто дают. А тут он уже приходит секонд-хенд. Он за деньги. Здесь уже нарушение. А прийти заключенным в темнице. вон там кувачков уже сколько сидит. А что мы к нему ходим кувачков? Он просто так там сидит ни за что можно сказать. А мы к нему не ходим. И таких много у нас эстрадного принять. Ну там идет путник там заночевать в деревне. Ну пустить там куда-нибудь там на сеновал. И то хорошо. Посетить больного. Вот это мы делаем редко. В больнице люди лежат и дома лежат и даже друзья от него отказываются. И не посещают его. И родственники также. Он особенно в других городах они раз в год. Ну как дела там? Как чего? Раз в год позвонят это уже хорошо. Погрести умершего в бедности и в убожестве. Ну там какая-то нищая бабушка померла но она нигде не чистится бабушка надо ее вроде прибрать и как это похоронить по-христиански. Ну это вроде у нас скоро будет налажено у нас это дело налажено будет скоро за счет исполкома властей городских там и сельских. Ну с участием конечно благотворителей это. Вот немилосердие к животным связанное с немилосердием и связь имеющая связь с немилосердием к людям. то есть как вот это убийство развивается сначала тренируется на животных сначала вот этих головастиков каких-то убивает лягушат там лягушек потом переходит на кошек с кошек на собак а собак уже легко на людей переходит вот такой у них школа молодого убийцы. Ну вот животных как их надо бичевать без пощады рабочих животных ну скотину лошадь там и гнать если мы это бичуем или не удерживаем даже других вот ты чё мол скотину так мучишь скотинку мучишь то мы грешить будем крик на животных с проклятиями на них и с пожеланием им зла это на собаку они же всё понимают собаки а мы вот это вот я тебя туда себя и так далее а потом где же собака ихнего ребёнка съела незаботливость о больных животных особенно во время повальной болезни неотделение их в случае от чужого скота то есть ну вот даже вот бывает эпидемия пандемии на кур на свиней мы не принимаем мер ну вроде стараемся принимать травля скота с целью забавы гоньба коней до смерти и истребление некоторых животных в пищу равновременно то есть родновременно раньше времени когда мы животное еще живет оно в молодом возрасте когда уже оно подходит к концу тогда мы имеем право облегчить его существование ему там осталось несколько несколько по их состоянию организма а мы стремимся вот на рынке нам надо же паровую там телятинку там все свежее если корова то молодая то все вот это вот уже грех или медленное убивание животных там неумелые какие-то их убивают люди это тоже грех наказывать до смерти животных чужого двора ну курица забежала и ее хлоп и прибил это все вот это вот грех ну надо сказать что к животным у нас сейчас отношения очень хорошие но к животным отношения лучше гораздо чем к людям посмотрите сколько у нас законов введено о защите животных и сколько артистов мировых всяких артистов участвуют в защите этих животных это что-то как же и надо сказать что очень мало рассматривать случаев когда животные вот эти же собаки что они делают они же ведь распространяют эти же болезни среди детей вот у нас же вот была соседка что-то она водила собаку и хвасталась она по скверику где дети гуляют травка там все собака испражняется на эту травку где детишки и песочек и песочник и она хвастается что моя же собачка как она же удобряет землю она же травка растет лучше а что там она полимилет распространяется собачка ей это наплевать но окончился тем что собачка понесла ее и та зацепилась за колы ударилась башкой через несколько месяцев она скончалась эта женщина вот собачка ее довела то есть она так любила свою собачку что погибла из-за нее она не понимала что по скверику где гуляют дети собачка гулять нельзя но на западе это все сейчас хорошо отслеживать с помощью штрафов а у нас и по этому скверику полиция дефилирует и она не обращает на собак на этих вниманий а так бы вот все ну взял там штраф хороший увидел собаку в скверике там и спрашивается а хозяйка там все с нее штраф хороший взял он ходит с автомобилей берет а с этого который касается здоровья людей ну здоровье людей наплевать лишь бы собачки были кошечки кошечек мы так любим все в интернете одни кошечки у нас мы кошечек смотрим радуемся и так же сколько было случаев что дети одни не могут школу пройти одни нападают на них собаки рвут собаки на части детей маленьких ну это у нас это все дети подумаешь это дети а вот собаку если ты в отместку там какой-то житель это поубивал всех потравил собак так его привлекли к суду ну как же собаку столько потравил а то что эти собаки перед этим ребенка заели это всем начхать вот мы с вами вкратце рассмотрели такие грехи которые у нас есть в отношении убийства то есть вот мы допустим когда будем каяться перед Богом и мы будем говорить вот господи мы же никого не убивали ой мы же такие хорошие ну боженька я же никого не убивал и тут тебе боженька развернется и от тебя подойдет скажет отойди от меня я не знаю тебя вот так вот скажет потому что такого не может быть мы еще здесь не говорили что про младенцев про аборты про эти убийства мы же не касались это явно тоже убийства вот также вот это вот дела с презервативами сейчас папа римский с мальтийским орденом мы же этого не касались это папа римский в Африке хочет презервативы раздавать задаром мальтийский орден против победил папа римский и этот начальник мальтийского ордена подал в отставку то есть здесь вот такой уже нестыковка вот с этим вопросом и вопрос-то основной тут какой потому что ни папа римский ни этот ни начальник мальтийского ордена они не верят в Бога они не верят в непорочное зачатие они его не пропагандируют а пропагандируют презервативы вместо непорочного зачатия видите какая подмена получается вот до чего дошло поэтому именно лутва расток лодовского убийства оно среди мира ходит и мы должны как-то от него избавляться для этого мы должны создать конечно новый взгляд на новый завет новыми глазами на него посмотреть более образованным для чего нас советская власть учила мы должны все рассмотреть эти писания с лингвистической точки зрения посмотреть что там самого основного что там главного а главное в новом завете это как раз вот непорочное зачатие которое сейчас науку вся подтвердила и оно ведет к балансу отсутствия гармонии пребывания на земле в конечном счете все равно оно приведет нас к коммунизму к планомерному развитию вот этой семьи к планомерному размножению здесь совершенно презервативы папы римского не спасут если только на голову ему одеть этот презерватив тогда может быть больше пользы мысли от лукавы не будут папе римскому приходить на этот вопрос не возникнет в голове а будет все время возникать вопрос о непорочном зачатии как вот это объяснить людям и показать на примере вот этих полосатах у тех же и даже растений вот яблони тоже они же будут тоже без всякого пыления только через больше лет давать яблоки все мы на этом закончили сегодня вот этот вот шестой наш пункт шестой заповедь код вечности заповедь 6 всего вам доброго до свидания до новых встреч